здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут елена и я рассказываю вам о том как жить в италии сегодня хочу с вами поговорить о новом законе который вот-вот вступит в силу вступит в действие в народе его называют рэдди-то-ди-чит-то-динанса этот закон касается всех граждан италии касается также иностранцев е.с. то есть те которые вступили в европейский союз там румыны поляки болгары литовцы кто еще вот эти все вот новые новоевропейцы а также иностранцев не е.с. но которые живут на территории италии с безотзывным видом на жительство постоянным пмж который вот еще называют карта де саджорно так вот государство решила всем этим людям обеспечить вот такой вот нормальный уровень жизни да это не будут огромные суммы это будет такая достаточно маленькая сумма но вот на то чтобы там жить спокойно там не думать о том за что покупать продукты чем платить за газ свет воду вот какой-то такой вот чуть выше прожиточного минимума и так касается это только тех кто не работает либо работает на каких-то плохих условиях и получает мало денег те кто работают в хороших условиях и получают высокие зарплаты ну как бы такими надо пусть работает те кто работать не может в данный момент или вообще не может работать по каким-то своим причинам вот их нельзя оставить вот так вот на обочине жизни о них нужно позаботиться поэтому вот-вот вступит в силу этот закон он должен был вступить в силу в марте поэтому пришло время готовить документы чтобы как только вот он будет напечатан в газета у фичали это то место законы итальянские вступают в силу в тот момент когда они напечатаны напечатаны в газета у фичали вот и мы начинаем готовиться итак мы помним что первый шаг для того чтобы получать вот эти все вот дотации на бизнес фонду пердут вот деньги на ремонт дома которые вот тебе дают бесплатно еще участвовать в разных программах социальных учиться бесплатно вот для всего что ты хочешь получить от государства первый шаг это изы поэтому берем наши модули смотрим как получаем изы так где у нас тут изы один раз разбирали но повторим повторение мать учения поэтому посмотрим что у нас что у нас паспорт контракт так вот у нас изы откладываем пока и смотрим это список тех документов которые нужны для изы я вам его еще раз отсканирую и поставлю ссылку для скачивания вот этого списка поставлю в первом комментарии под этим видео вот первый комментарий сразу здесь внизу там будет ссылка и можно скачать этот список так список у нас есть берем пустую папку и сюда складываем начинаем складывать документы которые нам понадобятся так первое кодичи фискале детутти компоненте генуклоо фамильяре да то есть если у нас семья состоит из четырех человек я муж и двое детей значит нам нужно четыре кодичи фискале вот четыре тессера санитария всех нас я потом сделаю фотокопию просто вот их всех четыре разложу на сканере и сделаю копию потом документы так карта дидентита мужа карта дидентита моя да что-то там внутри какая-то фигня и карта дидентита старшего сына который совершеннолетний Влад у него уже есть карта дидентита да маленький хороший он маленький ему 6 лет поэтому своей карты дидентита у него нет вот эти все три документа тоже складываю сюда в папку зеленую вот эту вот я их отсканирую и сделаю фотокопию так это все сложили документы кодичи фискале следующий кто у нас ситуационаридитуале пер анагимпоста поскольку у нас я безработная зарабатывает только муж у него есть вот эта вот сервисная фирма и тогда нужно будет но когда мы идем и делаем через кав то у них у самих они могут пойти вот все диптоиндивидуали они могут пойти и взять сами они запрашивают если же вы работаете где-нибудь по контракту то это моделы сетточентотрента моделу унику или декорационный ираб чертификационный если вы получаете деньги от каких-то срл тоже в общем сколько денег вы получили сколько денег получили все члены семьи за прошлый год мы сейчас у нас 2019 поэтому я положу сюда я даже не положу я скажу что должны запросить декорационной дейредити фирмы моего мужа у вас точно так же если у вас или у мужа диптоиндивидуали то они запросят сами если вы работаете на работе то кладете кут бусты паги вот это все ваши мужа всех работающих членов семьи все положили теперь следующее депозити банкари поставили либретти карты препагаты так теперь мне нужно будет пойти в банк и взять моего счета счета моего мужа и счета влада который у нас уже взрослый скажем так ну 20 лет и так чтобы пойти взять я могу взять на себя но чтобы получить на них тоже я пишу ее сотоскрипто сотоскрипто там Марио Росси ну в моем случае Ромольд Мачиевский делего делего синьора Элина Арна Элина Арна родившаяся там-то и там-то НАТА ИЛЬ АЛЬ где родилась кодичи фискали делего делего а рикедре эритираре рикедре эритираре рикедраре рикедраре и сальдо и геоцензе медиа медиа пер анно 2018 дел конто интестата аме дел конто интестата аме и бан и так и вот инфе дата 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 сегодня у нас какое-то там скажем допустим 12.02 2019 и инфе и тут вот его будет подпись да у вас получится вот такой вот один листок да я такой листок пишу на имя Ромуальда и он здесь подпишется точно такой же листок я пишу на имя сына старшего и тоже здесь будет стоять его подпись и тогда с этими документами такой же документ но в печатном виде вот где будет полоска оставлена на имя на место динащита и на кодичи фискале я тоже отсканирую загружу и выложу линк в первом комментарии его можно будет скачать и тогда просто только вписать имя фамилию так у меня будут два таких две таких доверенности на то чтобы пойти в банк и получить сальдо и дачанца медиа на них обоих у одного и у второго и моё так мой теперь что еще мне сюда нужно положить в эту папку акционе квоты диинвестимент акционе у нас нету партичипационе акционари инсучита если вы участвуете в срлке какой-нибудь то эти данные тоже нужно положить альтреструменти аэропорти финансиари карты препагаты либретти так карты препагаты это те которые вот кошельки российские какие-то украинские заявлять здесь не надо хотя по закону вообще-то надо но не стоит их вообще по закону у вас не должно бы быть ну то есть если есть то тогда нужно заявлять но это будет ужас конечно теперь патримонио нету перли импосты деконтабилита так все патримония которые у меня есть значит контракт на дом так у нас папка дом значит я сюда кладу контракт покупки дома чесеные чесеные так 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 здесь у меня его нету а он тогда в другом месте вот и так я кладу вот контракт на дом и так же контракт на покупку земель где ты моя оденда оденда и кладу так же контракт на покупку оденда и кроме этого кроме недвижимости а нужен контракт на покупку квартиры мужа и так же и так же патримонио netto туда же идут машины autoveicoli то есть моя машина да это идет так копия libretto а копия libretto вот это вот мотоцикл влада он на меня записан и моя машина которая тоже на меня записана машина romualdo записана на фирму польскую поскольку она на польских номерах ну то есть у romualdo машины нет есть у фирмы которая ему дала доверенность мы помним как ездить на иностранных номерах в италии что это можно делать при некоторых условиях теперь вот это мы все собрали сложили так а теперь кроме патримонио это все что касается имущества которым владеет вся наше семейство кроме этого нужно саджете презенте нель нуклео фамильяре то есть чертификат ди резиденция на всякий случай я кладу мой могут спросить могут не спросить и так же кладу чертификата ди стату ди фамилия вот написано нас 4 человека вот фамилия состоит из вот самое главное конечно же я потом дети и потом где-то там муж вот хорошо хоть он не слышит и не смотрит окей все это все я собрала делаю копии всех этих документов потому что оригиналы должны остаться у меня но на всякий случай оригиналы беру с собой потому что эти в кафе они отвечают за то что оригиналы соответствуют копиям поэтому они могут вот там кочевряжаться и просить чтобы мы показали оригиналы в общем я собрала вот эту всю папку я зайду в банк сюда еще положу счета для чанса медиа и сальдо финале и после этого пойду в кафе чтобы мне сделали просчитали изы мы помним что изы это не суммарный доход это доход плюс все чем вы владеете поделено на всех и минус там разные какие-то вот штуки в общем это все можно бы разобраться как это считать но зачем разбираться если это любой кафе считает вам за неделю и считает быстро и правильно поэтому иду с этим всем кафе следующий шаг по получению ready to digit 11 я сниму как только у меня будет изы и будет понятно прохожу я или не прохожу окей все ребята это все на сегодня спасибо вам большое начинаем собирать документы окей все всех обнимаю всем хорошего дня пока пока